Эти морские ежи плоской формы для ученых Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН источники вещества под названием экинохром, которое уже успело сделать приморских исследователей ни много ни мало передовиками мировой медицины. Год назад сотрудники лабораторий морских соединений сумели извлечь и найти прямое применение этому пигменту морских ежей, который, по мнению мирового научного сообщества, обладает особенными антиоксидантными свойствами, а значит, в перспективе помогает бороться с болезнями самых разных органов и систем организма. От желудка и легких до мышц и даже глаз. Такое широкое применение этих веществ объясняется тем, что они действуют на мишень, которая важна для любой клетки. Недавно сотрудники этой лаборатории, к слову, уже известные в научных и фармацевтических кругах своими лекарственными разработками, приступили к исследованиям новых форм применения экинохрому. Вместо инвазивных методов, то есть уколов, исследователи хотят создать капли для глаз, а также таблетки, что многократно расширит область, а главное, простоту приема антиоксидантных пилюль. Новость о разработке подхватили даже федеральные СМИ. Мол, приморские ученые разрабатывают лекарства от старости. К столь вольному и, мягко говоря, ненаучному допущению журналистов информационного агентства сами авторы исследования отнеслись с изрядной долей скепсиса. Почему-то все написали от старости. В принципе, ну, я не знаю, такого, наверное, лекарства нельзя придумать. Стоит уточнить, что будущая разработка будет использована, чтобы выпускать уже существующий препарат гистохром, также на основе вышеупомянутого пигмента из морского ежа. Лекарство уже успело пройти все сертификационные и испытательные бюрократические препоны и сегодня является одной из самых интересных новинок на фармакологическом рынке, отчасти из-за его универсальности. Он зарегистрирован официально как мощный кардиопротектор и в то же время для лечения ряда глазных заболеваний. По словам одного из создателей гистохрома, европейские фармацевты оценили его ликвидность почти в миллиард долларов. Однако продать лицензию в российскую индустрию и выручить деньги на новые исследования ученым так и не дали указом сверху. Ну а пока во власти сотрудников лаборатории лишь продолжать работу над расширением спектра свойств и кинохромового чудо-медицины. Действующее вещество этого препарата будет практически то же самое, хотя мы параллельно будем проводить поиски веществ, которые, возможно, будут обладать большей активностью, кроме хинохрома. В настоящий момент ученые Тихоокеанского института биоорганической химии продолжают работу над новыми формами своего препарата. И даже установили контакты с другими институтами в Новой Зеландии, Корее и Вьетнаме, чтобы скоординировать работу и ускорить появление новых и удобных форм революционного препарата. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом.